Золото и манну И пропускаем О, вот здесь вот уже получше, да? Но, как вы видите, герои сильнее, сильнее, чем у меня И находятся под хорошей защитой Но нам-то не нужно убивать всех героев Все, что нам нужно, это отнять у него золото и манну Поэтому спокойненько выгружаемся Используем щиты И завершаем битву Да, немножко не пошло Но, тем не менее, 160 тысяч у нас есть Плюс 9 еще бонусных Пополняем Нашу магию Ищем дальше Нам обязательно сегодня повезет Что касается оборонительной тактики Вот, в данном случае Вот этот вариант Когда в углу все герои А все остальные постройки разбросаны По карте Я считаю одним из самых нерациональных Ну вот, смотрите Давайте вот так вот сделаем сейчас Будет победа Пусть даже и не полная Но, тем не менее, я заберу всю манну Почти всю Почти все золото И при этом Это не будет считаться поражением Потому что все постройки У игрока будут уничтожены Достаточно только 50% И уже будет победа на 2 огня Как вы видите Все, завершаем бой Победа Поэтому, если вы хотите сохранить Золото и манну Пытайтесь Располагать ее по кругу Все эти строения Копилки различные Да, вот эти вот Шахты Пытайтесь располагать по кругу И перед выходом из игры Собирать Из шахт Все, что можно Тогда игроки будут видеть Что да Действительно, защита есть И под охраной Будет находиться Ваша золото и манна И не станут нападать Но, в основном, конечно Игроки нападают когда Когда им нужны ресурсы И если у вас Плохая защита Они будут нападать Но, больше всего Притягивает игроков Большое количество ресурсов Поэтому, перед выходом Из игры Пытайтесь потратить Как можно больше Ресурсов На все, что угодно Ну, вот здесь Вот, смотрите Тоже, да Очень сильная охрана Вот Но, по бокам Все открыто Давайте, допустим Заберем Мне, конечно Сейчас манна Больше всего нужна Поэтому, нападаем на манну Все, можно выходить 175 тысяч Даже без использования магии Ну, как вы видите Смотрите Опять у нас, да В одном углу Сосредоточены герои Все остальные строения В другом Да и ведь Это же вообще Ну, просто Ужас Понятно, что тут у него нет Нормальных Ресурсов Поэтому пропускаем Даже высаживаться Нет смысла За 20 тысяч 75 тысяч Тоже пропускаем О, смотрите Настало время Полакомиться Хорошими ресурсами Выгружаем всех Наших героев Вот как вкусненько По полмиллиона Прям Это прям Игрок молодец Поставил отдельно героев Чтоб я их не бил Он очень за них переживает И решил подарить мне 500 тысяч Маны И золота Ой, спасибо большое Так Уничтожаем почти все Мы за это получаем опыт И выходим Все, большое спасибо И привет этому игроку Он очень большой молодец Что же касается Обороны Как лучше всего Разместить Оборону Да Как лучше всего Разместить строение И тем самым Защитить Шахты Копилки И найти максимальный урон Другому игроку Ну, во-первых Располагайте Все компактно И по кругу Потому как Изначально Герои Начинают бить Одну цель Пока они ее не убьют Они не переключаются На другую Допустим Вражеские герои Если будут атаковать В данном случае Мой замок То они будут бить Допустим Шахту Но пока они ее не убьют Мои герои Уже смогут к ним подойти И уничтожить их Вот Плюс Все Строения Идут в разнобой Разбросано Да так То есть Они Точно не могут знать С какого конца Лучше им напасть С одного края Или с другого И плюс Они будут растекаться То есть Нет четкой линии Атаки Они будут растекаться И по одному герою Опять же Мои герои Их легко перебьют Давайте еще раз Посмотрим Что там Могут быть Какие варианты Защиты Какие из них Самые сильные Самые удобные Вот вариант Такой защиты Это вообще Это глупость Глупостью Но Даже если вы Хотите уничтожить Этого игрока Полностью Разрушить все Это очень легко Сделать Для этого Вам понадобится Магия Щитов Да Вот ангел-хранитель Который вот у меня Такой нарисован И Магия Восстановления жизни Сердечко Итак Начинаем Сразу же Выгружаем И включаем Щиты Все Это даст нам Несколько секунд Абсолютной Неуязвимости А затем Начинаем Уничтожать Всех его игроков Все Все игроки Уничтожены Как вы видите Никто из моих Не пострадал Да Ну чуть-чуть Их побили Магия Лечения Сработала И дальше Можно уничтожать Все его хозяйство Причем игроки Герои у этого игрока Были Я бы сказал Сильные Посильнее Чем у меня Как вы видите У меня всего два героя 140 уровня Остальные 120 130 То есть На порядок ниже И тем не менее Я легко с ним справился Обычно Я не использую Такую тактику Если там Смысла нет В этом Убивать его игроков Конечно да Можно получить за это опыт Кстати вот опыт Который Вы получаете В боях Он тоже Зачисляется Пополняем Пополнить Раз Ангел-хранитель И Пополнение Жизни Получили Итак Смотрим Еще варианты Сильной Расстановки Построек Какие из них Являются Самыми сильными Вот здесь Да Очень удачно Все поставлено Манно Что касается Самих бараков То бараки Они хороши Только на начальных Уровнях Чтобы там Всякие войска Были А уже Уровень Когда у вас Примерно Сотый У героев Они уже Становятся Ненужными Потому как Герой один Даже Может уничтожить Все войска В этих постройках Вот здесь Вот очень удачно Тоже Сделано Шахты Все Под защитой Сильные герои Там стеночка Еще вдобавок То есть Очень удобно Плюс Разбросал Так по чуть-чуть Ну тоже Хорошо Смотрим дальше Вот здесь Вот видите Прям Как Заманивает Вот прям Вот сюда Выгружайся И ты Сразу Всех победишь При этом Разбросал Опять же Шахты Да Вот все Везде Вокруг Разбросал Ну Как бы Без защиты Оставил Видите Как Как глупо Поступил Вот мы С легкостью Уничтожаем Его постройки Захватываем Ресурсы И с чистой Совестью Покидаем Так А ну-ка А ну-ка Он хочет Уже нас побить Так Все Выходим У нас уже Победа Все 120 тысяч Манны Это то Что нам нужно Для чего Это нужно делать Во-первых Ваши Копилки Ваши Шахты Все Вот эти Вот Они Не дают Столько Золота И манны Для того Чтобы Нормально Развиваться Поэтому Рейды Нужны По-любому Плюс Выполняем Ежедневные Задания Да Вот Заработать Самоцвет И заходим За день Вот Если вы будете Выполнять Ежедневные Задания Можете Зарабатывать В районе 100 Самоцветов Ну понятно Сначала У вас будет В районе 50 Потом Когда вы Уже Прокачаетесь У вас Будет Чуть Больше Так Давайте Давайте Посчитаем Сколько Мы Можем Получить Итак Ежедневная Игра 5 Бой На Арене 5 Золото И манна По 10 Уже 30 Вот Только За то Что Вы Зашли Поиграли Выполнили Все Задания Вы Уже Получили 30 Ежедневная Награда Вот Сегодня Прям 100 Вообще Дают Плюс Хорошая Карта Да Вот Получить Вот 130 Мы Получили Потом Здесь За сам Титул Получаем Еще 30 То В итоге 160 Самоцветов Я сегодня Получу Только Просто Выполняя Основные Базовые Вот Эти Вот Задания Поотмечаться Везде И Все И у вас Уже Будет 160 Вот Сегодня У меня Будет 160 Самоцветов Плюс Можно Выполнять Еще Дополнительные Всякие Миссии За Которые Тоже Дают В качестве Награды Самоцветы То есть До 200 Сегодня Можно Будет Получить Ну что На этом Пока Все Другие Темы Будут Других Видео Если вам Понравилось Эта тема Пишите Комментарии Ставьте лайки И подписывайтесь На наш канал Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует